Про твой психоделический опыт с грибами. Ну, психоделический опыт, я тебе не скажу, что я практикую это регулярно, как кто-то делает. Мне это, в принципе, не нужно по жизни. И это был случайный, наверное, опыт. Ну, как, он был и случайный отчасти, и был таким решением. Это был в 2006 году первый опыт после прочтения книги «Трансферфинг. Реальности» Вадима Зеланда. Решил попробовать, да, изучал. Ну, вообще, в принципе, с детства многое интересовало в этой сфере. Тоже как-то так получилось, что с самого детства мне всегда получалось входить в осознанные сновидения, когда я был совсем маленьким и мечтал там иметь свою машину, быстрее вырасти. И какие-то там велосипед, например, мопед, мотоцикл. Я как перед сном много об этом думал и визуализировал. У меня очень хорошо с детства получается визуализировать в голове. То есть я могу какую-то вещь представить настолько детально и красочно в голове, что прям вот она будет, как будто я это реально вижу. То есть это мне, в принципе, помогало всегда что-то сделать, например. Я в детстве играл не в стандартные игрушки, как играли многие дети, там, в машинке и все. Мне всегда интереснее было играть. Я строил такие, типа, мини-города, изучал электричество. То есть ты вообще не играл? Нет, это было в наяву. Ну, например, когда я ложился спать, я думаю, так, как бы мне этот город мой улучшить? Где вот машинки, там, все, там, это был такой, типа, стола, там, на полу какое-то тоже место было, где интересно было играть. Я ложился спать и представлял. Так, я сделаю там лампочки, проведу провода, выключу свет, у меня будет, типа, улица подсвеченная. И я делал, да, дороги такие, из картона вырезал, раскрашивал, делал разметку, парковки. Из спичек делал, типа, таких столбов, склеивал спички. И делал столбы, типа, фонарные столбы. Разбирал трансформаторы на провода, такие провода с лаком. И делал, чтобы они, потому что они тоненькие. И подключал диоды, диоды выпаивал тогда, так, не пойдешь, не купишь диодов в те годы. Я их выпаивал из магнитофонов, которые кто-то выбрасывал, мне там иногда дарил кто-то какую-то старую технику. И делал эти диодики, все это спаивал, делал такие простейшие схемы. И все, выключал свет, играл. И вот перед тем, как это сделать, я ночью перед тем, как заснуть, представлял, как это будет, и засыпал. И вот это вот мое представление продолжалось во сне. И то есть на следующий день я это реализовывал. И сам не зная того, что это осознанное сновидение, то есть для меня это было нормально, как интересная, просто, не знаю, как часть моей жизни. То есть ты не знал, что у других людей не осознанное? Я узнал об этом намного позже, когда уже после грибных трипов, когда начал встречаться с людьми и узнал, что оказывается осознанное сновидение, это не всегда легко это сделать. То есть то, что у меня это было как-то само собой с детства, оказалось потом, что многие люди там проходят целые практики, и там определенный промежуток времени проходит, прежде чем они это смогут практиковать. Вот, то есть это совсем потом, позже пришло. Ну слушай, я слышал, что в осознанных сновидениях ты можешь прям учиться. Да, да, да. То есть получать опыт. Я так научился плавать, я чуть не утонул, я не мог понять, как мне сбалансировать мое тело, я вырос на берегу Балтийского моря в городе небольшом, у нас было и озеро там тоже, и то есть в принципе летом я всегда плавал, ходил купаться, не плавать, купаться, но плавать не умел, не знаю почему, я вот шел ко дну и все, и думаю, наверное надо заплыть, слышал, что там надо, чтобы кто-то тебя на глубине бросил, и ты тогда научишься. Я зашел в глубину, там оттолкнулся лагами, чтобы меня скрывало, в итоге чуть не утонул, меня вытащил какой-то чувак, дядька, плавал, он меня вытащил на берег, я нахлебался воды, и после вот этого, как я пытался плавать, я попробовал во сне это сделать, и плавал не то, что на поверхности, то есть я плавал под водой, дышал, то есть как бы я понял, как двигать корпусом, то есть у меня мои сны всегда были не просто сон, как его смотришь, как картинку, а он всегда был полностью осязаемый, то есть я чувствовал всем телом, то есть если это я плыву под водой, то я чувствовал, как я отталкиваюсь от воды, и как она мне все мое тело трогает, то есть у меня сон всегда с ощущениями, с глубокими. Полноценное моделирование реальности. Да, полноценное абсолютно, уже в дальнейшем, когда я учился летать на самолете во сне, и потом пришел в авиаклуб, и первый раз, когда меня посадили первым пилотом, у нас самолеты были спортивные, двухместные, один спереди сидит, другой сзади, то есть не такие, которые туристические, два кресла так, а друг за другом, то есть он более узкий фюзеляж у него, чтобы на нем и пикировать можно было, и делать какие-то фигуры, и у меня посадился инструктор вперед, то есть сначала я с одним инструктором летал, я сидел сзади, дублирующее управление было, первый раз, мне понравилось, но не очень, потому что я не вижу, я из-за его спины постоянно выглядывал, куда там что рулить, а потом пришел, познакомился с военным летчиком, он летал на истребителях, он военный летчик-испытатель, всю жизнь, он уже был на пенсии, продолжал ездить в часть, и в этом аэроклубе, как, ну, летчик, просто ему по кайфу было приехать в выходные, мы там жарили шашлыки, летали, руштистов выбрасывали, и он меня посадил первым пилотом, говорит, тебе нравится, давай, садись вперед, как ты научишься сзади, этот, типа, тебя ничему не научит, и он меня посадил вперед, там у него потом был небольшой конфликт с директором аэроклуба, но как бы он посадил меня вперед, и я полетал, он мне говорит, слушай, потом, когда мы шашлыки жарим, говорит, на чем ты, говорит, летал до этого? Я говорю, да ни на чем не летал, ну, говорит, серьезно, что ты, говорит, просто мне, говорит, просто интересно, у тебя, говорит, движения такие четкие, ты, говорит, чувствуешь, то есть у тебя они короткие и быстрые, то есть ты не просто там штурвал заваливаешь, у него же, у самолета есть небольшая задержка, пока аэродинамика эта вся сработает, а это вот и сна, то есть я много во снах летал, именно чувствовал, я чувствовал, как крылья обтекают аэродинамические потоки, я чувствовал даже во сне, как вот самолет себя ведет в этом пространстве, и я говорю, ну, на самом деле не летал, это вот первый мой опыт. То есть у тебя опыт с грибами, это уже такое было, у тебя намного сильнее опыты ты испытывал в детстве? Как выяснилось потом, да, но я с детства это воспринимал, как будто, ну, наверное, я думал, что так у всех, то есть для меня это не было чем-то необычным, потому что я не знал, как обычно. А возвращаясь к грибам, как грибы поменяли твою жизнь? Расскажи про свой опыт именно с грибами. Грибы поменяли, ну, что, я был таким распиздяем, можно сказать, и в школе, и в юности, и как бы не шел работать куда-то, а находил какие-то такие заработки быстрые и денежные, скажем так. Предпринимательские? Да, и как-то я, как раз вот это все в процессе, когда я изучал транссерфинг, я встретился в клубе с чуваком, который мы учили в школе, в параллельных классах, я его так знал, не то что друг, ну, знакомый по школе. А он уже работал в Москве, у него была какая-то компания, он там купил уже себе квартиру и все такое. А я как раз пиздяй, все, ходил с какими-то там заработками, зарабатывал денег, ну, получалось зарабатывать нормально, но, опять же, они все уходили так же, как приходили, тратились. Вот, и 10 минут уже? 10 минут, надо заканчивать. Да, и так же быстро они тратились, и я тогда вот, мы пока сидели с ним, общались в клубе, я понял, что надо что-то менять, и как раз был грибной сезон, все в сентябре идут собирать эти грибы. Я решил попробовать, прочитал многое про это, что это за эффект, то есть это не наркотический эффект, это именно эффект, который меняет сознание и дает возможность многое понять. Да, друзья, короче, этот выпуск мы обрезаем, и в следующем выпуске подкаста, если вам, конечно, понравилось, ставьте лайк, обязательно пишите комментарии, если вам интересна эта тема, мы продолжим.